здравствуйте друзья меня зовут михаил наводчик в этом уроке мы научимся переводить растровые то есть точечные картинки векторные слева у меня вот если увеличить представлена растровая картинка видите она состоит из пикселей а справа правее стоит эта же картинка уже обработанная программой coral который не содержит растро то есть она векторная то и здесь видите нету вот этих квадратиков такие изображения гораздо лучше печатаются и по размеру меньше весят то есть для полиграфии для печати и не только векторное изображение имеет ряд преимуществ сам процесс перевода растровой картинки в векторную называется трассировка если немного подробнее остановиться на самом слове трассировка посмотреть что оно значит это иностранное слово в русском языке имеет два основных значения и первое значение можно разбить на два под значения в первом случае это намечать трассу дороги канала линии связи и тому подобное по плану карт или на местности это у нас было первое значение со вторым значением я думаю большее количество людей знакомы это оставляйте видимый след при полете трассирующая пуля снаряд снабженная специальным составом который воспламеняется при выстреле и при полете дает дымовой след то есть трассу это у нас было второе значение и третий вариант меньше всего на слуху это выставлять переводный вексель трату такие три варианта этого слова это в этом словаре в другом словаре это немного описано определение по-другому такие вот определение у этого слова в нашем случае если брать программу коралл это перевод растровой картинки векторную для наших целей чтобы следовать этот процесс нам понадобится ряд фотографий я в поиске виду например слово кошка и здесь давайте выберем нужную для нас фотографию я жму здесь на картинке выбираем инструменты заходим в тип и я выберу чб то есть черно-белые рисунки здесь можете выбрать понравившийся для вас объект ну давайте я возьму вот эту вот фотографию и здесь выберу вот этот вариант и давайте выберем более сложный вариант когда здесь присутствуют как бы защитные водяные знаки потому что вот такую картинку без них будет проще делать а с какими-то защитными знаками на мой взгляд это будет интереснее и более познавательно в целях изучения программы коралл под этим видео будет ссылка на три вот этих фотографии которые я буду использовать первую картинку мы создавали в предыдущем уроке это знак валькнут с ним более простой вариант будет по трассировке как это делать дальше мы возьмем более сложную картинку это с водяным знаком и выполнить непосредственно сам процесс трассировки также я рассмотрю вариант когда мы будем трассировать еще более сложное изображение там где много цветов и много деталей в этих трех случаях будут разные варианты как это можно выполнять используя трассировку так что копируйте эти картинки и давайте приступать создадим новый пустой документ выбираем файл создать я создам формата 4 с такими настройками сразу же как всегда сохраню свой документ в папке моего проекта документ я назову соответственно жмем сохранить как я говорил ранее я беру вот эту первую фотографию а для начала и жмем клавишу п чтоб наш объект стал в центр нашего листа увеличим этот объект видим что это у нас растровый объект то есть пиксели четко прослеживаются при увеличении наша задача сделать его векторным то есть без вот этих вот пикселей один более сложный вариант это которые мы рассматривали в предыдущем уроке это взять перо либо другие инструменты и просто обрисовать этот объект либо вычертить используя треугольники как мы это делали ранее и получить этот векторный объект как это сделать было в предыдущем уроке мы это уже умеем теперь будем использовать другой метод более быстрый метод конечно при наличии вот этой вот готовой растровые фотографии выделяем нашу картинку еще раз инструментом выбор а также чтоб лучше контролировать ситуацию давайте зайдем в окна окна настройки и откроем диспетчер объектов здесь мы видим что у нас видеть это растровая картинка и сверху мы видим кнопочку трассировать растровое изображение то есть программа corel сама понимает что возможно мы хотим трассировать и тут же нам подсовывает эту кнопку нажав на треугольнички справа выпадают варианты какие могут быть по трассировке это предустановки некоторые из них можно настраивать некоторые нельзя настраивать если вы видите здесь три точечки после надписи значит там есть опции настрою а вот быстрая трассировка видите здесь нет соответственно здесь невозможно это регулировать давайте попробуем первый вариант самый простой это быстрая трассировка то есть без настроек щелкаем открывается окно в котором предлагается два варианта уменьшенный вариант и исходный вариант на практике это моем случае выглядит совершенно одинаково давайте сейчас выберем и левый вариант видим что в диспетчере объектов над растровой картинка появилась группа из семи объектов выделив эту группу можно сместить ее правее и видим справа у нас векторный объект а слева растровой это будет лучше заметно если вы это увеличите видим что здесь растр присутствует то есть квадратики пиксели а правее у нас этого нет видите довольно таки простая процедура все быстро произошло но это из-за того что наш объект картинка была более-менее четкая без всяких полутонов и тонких линий и в ней присутствует всего лишь два цвета группу из семи объектов можно разгруппировать и посмотреть из чего она у нас выглядит сверху здесь у нас есть варианты отменить группу выберем вариант отменить группировку полностью видим эти объекты и вот по выделять посмотреть видите из чего наш объект теперь состоит то есть из кусков соответствующих объектов дальше делайте что хотите с этим объектом меняйте цвет меняйте обводку либо делайте что-то еще если попробовать применить быструю тассировку двум остальным нашим фотографиям то это будет уже выглядеть немного по-другому давайте это проделаем у этого объекта давайте уберем снизу надпись на нам не нужно берем инструмент создание форм и выделяем два нижних маркера и тянем вверх с водяным знаком мы так быстро не сделаем для этого я буду использовать программу photoshop но пока давайте выполним быструю трассировку и посмотрим что у нас произойдет видим что результат не очень то есть быстрая трассировка подходит для вариантов когда у вас мало деталей и линии какие-то более объемные и четкие теперь давайте проделаем для вот этого фотографии видим что результат тоже не очень то есть для таких вот более сложных объектов нам нужно больше цветов больше деталей и программе coral есть как это делать используя трассировку но это не быстрая трассировка оставим все эти варианты на первой странице создадим еще один лист для следующей фотографии нашей кошки предварительно чтобы убрать водяной знак я буду использовать программу photoshop если у вас ее по каким-то причинам нет то здесь будет лежать обработанная картинка уже без водяного знака а пока я открываю программу photoshop чтобы его убрать в программе photoshop я выбираю файл открыть открываю соответствующий документ жмем комбинацию control 0 чтобы увеличить на весь экран нашей программы либо просто используем лупу вот это вот далее отрежем нижнюю часть с надписью я выберу инструмент кадрирование по-русски это рамка щелкаем вот снизу тянем где-то вот до такого уровня и жмем галочку применить либо клавишу enter на клавиатуре чтоб убрать надпись по центру переходим в раздел изображением коррекция и я выберу яркость контрастность для этих целей можно было выбрать и другие инструменты но этот попроще возьмем яркость контрастность здесь вы можете попробовать разные параметры яркости контрастности но в моем случае меня подойдет здесь 130 увеличение яркости а контрастность я оставлю на предыдущем показателе так надпись пропадает с белых частей но как вы видите на темных деталях прослеживается остатки этой надписи сейчас мы это тоже уберем щелкаем здесь окей я увеличу эту фотографию полоски белые на глазах коррелл не будет учитывать а вот на правом усе вот эти полоски приведут к тому что это будет объект состоять из нескольких кусочков при трассировке поэтому давайте чтобы этого не произошло выберем кисточку я выберу черный цвет на пробнике слева щелкаем два раза быстро левой клавиши и здесь вот выбираем крайне какой-нибудь левый нижний параметр щелкаем окей диаметр кисточки давайте здесь я уменьшу не 13 пикселей а давайте поставим здесь три пикселя еще немного увеличиваем нашу картинку и просто проводим кисточкой вот здесь вот несколько раз чтобы сделать незаметным вот эти вот полоски это же можно сделать и справа но на практике вот эти полоски справа они не будут заметны ну давайте тоже здесь чуть-чуть дорисуем все картинку мы обработали больше здесь ничего делать не нужно пересохраняем эту картинку давайте я сохранил с новым именем что поставить оригинал я назову здесь объект т1 у нас тоже будет под видео щелкаем сохранить качество выберем максимальная ползунок у нас справа жмем ok закрываем программу photoshop она нам уже не понадобится размещаем созданную картинку программу coral жмем клавишу п английская чтобы она стала в центр листа помните из предыдущего опыта быстрая трассировка здесь не подходит она съедает часть линий а для этого варианта подойдет здесь трассировка по центральной линии либо трассировка обрезом и здесь есть полезные варианты давайте выберем более простой вариант это вариант технические иллюстрации жмем и в разделе настройка у нас есть тип трассировки здесь в нашем случае подойдет вариант обрез то есть контур выбираем этот вариант и видим результат который нас больше всего устраивает если вы захотите как-то настроить это изображение предусмотрены видите ряд ползунков и настройки цвета давайте перейдем в цвета и здесь видим что автоматически программа разбила у нас на пять разных цветов это изображение ну здесь достаточно на самом деле два цвета черный и белый остальные полутона нам здесь не нужны поэтому здесь давайте удалим все варианты кроме двух верхних щелкаем на вот этом сером жмем на корзинку выделяем следующий цвет жмем на корзинку вот этот серый и жмем на корзинку двух цветов здесь вполне достаточно переходим в настройка в разделе детали можно регулировать количество деталей нашего объекта ну давайте допустим попробуем уменьшить количество деталей для эксперимента видим что происходит уменьшение нужных деталей поэтому здесь имеет смысл не уменьшать а может если хотите даже увеличить но как мы видим при максимальном увеличении детали появляются детали которые нам не нужны то есть серые полоски которые мы пытались удалить поэтому здесь берем с максимума оставим где-то вот в этом положении параметр сглаживания тоже влияет на наш рисунок допустим крайним правом значении когда будет максимальное сглаживание видим что картинка наша искажается то есть так лучше не делать оставим вариант когда у нас было здесь 25 следующий параметр сглаживание угла делает углы более мягкие если передвинуть правое значение то увидим что наша картинка уже немножко выглядит по-другому здесь давайте оставим вариант когда у нас было ноль ниже параметрах как вы видите есть галочка удалить фон то есть если нам не нужна прозрачность можно оставить белый фон давайте здесь вернем на удалить фон ну и остальные параметры я думаю вам здесь будет понятно что они могут значить щелкаем теперь окей отодвинем наш объект полученные правее и видим что получился вполне приемлемый вариант и мы видим что у нас грубо получилось из 59 объектов давайте эту группу пока раз группируем ну и например как вариант перекрасим глаза дальше можете поэкспериментировать с цветами различных деталей теперь давайте проделаем эту же процедуру для других нашей фотографии использую этот же метод трассировки обратно же я возьму вот эту цветную фотографию и выполню же этот вариант трассировки техническая иллюстрация получаем такой вариант и выберем вариант обрез который мы применяли к предыдущей картинке давайте здесь увеличим количество деталей и выключим значок удалить фон жмем ok получаем группу как вы видите из двух тысяч восемьсот шестидесяти объектов и цвет у нас видите объединился по группам появился такой вот стилизованный объект то есть метод техническая иллюстрация подходит больше для объектов у которых меньше цветов а теперь давайте создадим еще третий документ на котором попробуем другие варианты трассировки берем нашу цветную фотографию переходим в меню трассировки 1 до варианта как мы видели не очень подходили для этой цветной фотографии и здесь в третьем варианте трассировка обрисом у нас есть видите специальные опции для изображения высокого качества и эти же варианты на самом деле подходят и для предыдущих картинок которые мы использовали они более сложные здесь больше цветов больше детализации можно достигнуть давайте сейчас выберем вариант изображения высокого качества жмем левый вариант здесь количество деталей давайте я выставлю на максимум правое положение в разделе цвета видим что у нас присутствует гораздо больше цветов чем предыдущих вариантах методов трассировки за счет этого больше сохраняется деталей и картинка переводится более детально снизу мы видим информацию что у нас объект разбивается на три тысячи двести пятьдесят пять кривых и в нем присутствует двести тридцать девять цветов что гораздо больше чем мы использовали предыдущие методы трассировок жмем здесь окей видим что детализация у нас увеличилась но также есть потеря каких-то деталей которые важны для этой картинки хотя вот с такого расстояния эти детали не столь важны и картинка выглядит более-менее теперь для сравнения давайте попробуем этот метод трассировки с предыдущей картинкой берем нашу кошку и выбираем изображение высокого качества и видим хороший результат если мы посмотрим цвета здесь видите появилось больше цветов чем мы раньше использовали техническую иллюстрацию по идее здесь надо было поставить только два цвета черные и белые стальные убрать вот мы рассмотрели основные варианты как можно производить трассировку программе коралл трассировка существует и в ряде других программ как программа например иллюстратор программе иллюстратор на мой взгляд можно достигать более детальную трассировку трассировку если изображение содержит больше оттенков и деталей создайте вот три таких листа с различными вариантами по трассировке потренируйтесь сохраните документ своей папке если будут вопросы по этому уроку задавайте спасибо за внимание жду вас в следующем уроке спасибо за просмотр!